Вчера бегал, ну и в общем, после пробежки прибежал 20 километров, пить страшно хотелось и очень сильно хотелось молочки. Вот я сейчас уже синхронизировал часики, все данные уже перешли в Гармин Коннект, вот теперь, сейчас посмотрим, посмотрим, значит, и вот я набегал, значит, я после пробежки выпил молочка. Так, сейчас у меня часы сняты, поэтому не показывают пульс, батарея заряжена на 63 только всего лишь, ну, потому что после пробежки еще не восстановился. Вот мой сон, дыхание, вес, видите, 81-89, хотя у меня вчера был практически 83 килограмма вес, но все-таки пробежка, во-первых, воды, полтора килограмма вышла. Вот, ну, смотрите, вот это большое преступление, молочко попить перед сном, если бы я его не попил бы, я бы сегодня где-то в районе 80 килограмм бы весил, а может быть, упал бы и на 79. Вот это вот резкий подъем, это у меня была загрузка, мы купили большой арбузик, съесть пришлось его, давились, можно сказать. Вот здесь у меня была интервалка, так, сейчас пропало. Так, теперь посмотрим, что он у нас тут покажет за 4 недели, то есть за 4 недели. Вот так получается, здесь у меня интервальное голодание, что-то съел, упал, опять, опять, вот они арбузики, видите, как выходят, сахар. В любом виде глюкоза, хотя по калорийности, если арбуз добавляешь в программу MyFitnessPal, я сейчас покажу. У меня есть вот такая программочка, она тоже синхронизирована с Гармин Коннектом. Если в эту программу добавляешь арбуз, он пишет, что калорийности практически нету. Вот, но на мой взгляд, если по весу смотреть, лучше съесть кусок жирного мяса, там, сала, яиц много съесть, десяток, например, даже в день я съедаю. И пишет, что я норму по калорийности, типа, превысил. Вот, но по факту вес на следующий день будет падать даже ниже, чем от тех же арбузов, яблок, груш и тому подобное. Поэтому углеводку, я сейчас осень пришла, я ввожу углеводы, но я считаю, в этой целеснообразности нет никакой. Лучше есть капусту, салаты, что-нибудь там такое, свекла, морковка. Ну, короче, по микроэлементам там их больше, а вот по уровню глюкозы и сахара все-таки не есть хорошо. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, интересно услышать ваше мнение. Всем до свидания.